Молдова высылает троих российских дипломатов. Как заявил премьер-министр, это сделано в знак солидарности с Великобританией. Но, как бы то ни было, надежды на потепление молодороссийских отношений после визита Григория Карасина по Меркле. Власть, провозгласившая курс на евроинтеграцию, разделяет исключительно политику ЕС и США. Насколько это правильно в нынешней ситуации? Что выиграет от этого Молдова? Как может отреагировать Россия? Вот вопросы, которые нуждаются в честных и беспристрастных ответах. В эти дни по приглашению медиаклуба «Формат А3» Молдову посещает известный итальянский журналист, экс-депутат Европарламента Джульетта Кьеза. И его мнение по этим вопросам нам будет весьма любопытно услышать. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Господин Кьеза, я рада приветствовать вас здесь, в этой студии. Рассчитываю на ваши ответы на, наверное, не очень простые вопросы. Конечно. Для всех, не только для вас. Для всей Европы, между прочим. Да, спасибо. Ну и с удовольствием представляю моего второго собеседника. Это депутат парламента, представляющий еще партию социалистов Республики Молдова, Богдан Цырдя. Добрый вечер. Добрый вечер. И скажу сразу, вас объединяет изборский клуб. Я знаю, что вы являетесь постоянным членом изборского клуба, а Богдан у нас возглавляет молдавское отделение изборского клуба. Не только изборского клуба, а тоже Клуб София. Да, да, да. Но в отношении Молдовы все-таки мне показалось это важным подчеркнуть. Ну что ж, да. Давайте все-таки начнем с главной новости, которую обсуждают сейчас все. Это высылка российских дипломатов. Очень хочется ваш комментарий. Вот почему на это решились молдавские власти, и насколько это решение было самостоятельным? Самостоятельным точно нет. Пришло указание, и они выполнили, как и все остальные. Это очевидно. Здесь не надо утрировать. Это просто так, как это видно. Солидарность с кем? С Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки, Великобритании. Это все выдумка. Ничего пока мы не знаем. Ни один элемент доказательства был поставлен перед Россией, который требует уже месяц, месяц. Ничего не знаем. Даже не знаем, еще жив, скрипал или нет. Мы их не видели. Ничего не знаем. Никакие элементы, никакие документы, никакие доказательства. На базе этого поднимается такой шум, который ставит практически беспрецедентные условия напряженности отношений между Западом в целом и Россией. Я считаю, что это просто безответственно. Безответственно, потому что говорят, что на Западе существует правовое государство. Но правовое государство базируется на элементах доказательства. А как вы можете обвинить, кого-нибудь, даже я не говорю о России, ну скажем, одного человека не предъявляет. То есть презумпция виновности, наоборот, получается. После этого, без всякой презумпции виновности, открывается процесс против России, против Путина лично. Но я слышал такие вещи, которые произносил министр иностранных дел в Великобритании, которые просто, говорим откровенно, недопустимы. На уровне, на такой уровне, оскорбление прямого характера, прямого смысла против президента России. Это за пределами. Я только говорю одну вещь, чтобы люди сосредоточили. Извините, во время холодной войны такого напряжения никогда не было. Поэтому говорить, что это открывается новая, как сказать, холодная война, не приходится. Это намного хуже и намного опаснее. То есть, господин Кьеза, хочу уточнить, вы полагаете, что на наши власти надавили представители Евросоюза и США? Да, у меня, конечно, доказательства нет. У меня доказательства нет, но это очевидно. Реагировали. Я хочу уточнить здесь. Я позавчера смотрел передачу CNN. И там были многие гости, 67, и все единодушно поддерживали решение господина президента Трампа. И все сказали, смотрите, какое единодушие. Но весь Запад сплочен. А как вы думаете, что принимаете решение таким образом, не случая определенные звонки? Что вы будете делать? Господин министр иностранных дел, вы будете, как вы говорите, 3, 4, 2, 1, 0. Понимаете, есть последствия таких решений. А когда говорит хозяин империи, это очевидно, что эти последствия учитывают. Магдан, наш премьер-министр ссылается на то, что у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС. И вот согласно этому соглашению мы были обязаны в знак солидарности сделать то, что мы сделали. Выслать российских дипломатов. Есть такое в этом соглашение? Вы знаете, ни одно соглашение, тем более договор об ассоциации, не предусматривает лишение страны суверенитета. Страна, в любом случае, не являясь членом ЕС, имеет право на свою внешнюю политику. Более того, не все государства ЕС поддержали выдворение российских дипломатов. Я напомню про Словакию, Грецию, Австрию и еще там кое-кто. Они не поддержали. Это говорит о том, что их не обязывает никто внутри ЕС делать это. Это раз. А два момента здесь очень важных, чтобы поддержать мысль господина Кьеза. Во-первых, сегодня посольство Соединенных Штатов похвалило, похвалило открыто правительство Филиппа за выдворение российских дипломатов. Это раз. И два. Вчера мы имели выдворение дипломатов, и вчера же МВФ дал нам добро на выделение транша, предварительное, согласие на выделение транша в 30 чем-то миллионов долларов. Напомню для наших телезрителей, что в 2017 году, 28 мая, 29 мая, наш МИД выдворил 5 российских дипломатов. И приблизительно в тот же день, в тот же день, МВФ опять нам дал согласие на выделение транша МВФ. Какое совпадение. Да, вот такое вот совпадение, понимаете. Поэтому о чем мы говорим? Здесь очевидна связь между позвонили, выполнили, получили деньги. Вот и вся геополитика. Господин Кеза, у нас вот в отношении устремлений Молдовы есть разные настроения в обществе, да? Но я знаю, что вот вы, например, весьма критично настроены по отношению к тому, что Молдова выбрала евроинтеграцию, ну, почти религии, наверное, да, Богдан? У нас в Конституцию хотят записать это. Ну, вы идете еще дальше. Я вчера внимательно слушала вашу встречу, вы сказали, что вам это аукнется, и заговорили о НАТО даже. Во-первых, конечно, говорю о НАТО, потому что НАТО на повеске дня. Это очевидно. Все, что мы видим, что все страны, которые входили внутри Евросоюза, после этого или до этого, во многих случаях до этого, были члены, стали членами НАТО. Поэтому это неизбежно. Между прочим, я знаю, что НАТО открыло его офис здесь. Что это означает? Означает давление. Это давление, как по-другому не называется. Поэтому я считаю, что недальновидно. Скажем так, позиция такова, которая была принята вашим правительством, недальновидна. Она не учитывает последствия. Потому что, понимаете, Европа в кризисе, и мир в кризисе. А зачем включить в Молдавию военный альянс, который явно имеет значение антирусская? Никакое другое объяснение не может быть. НАТО защищает, не защищает, это не слово. НАТО начинает давно уже наступление против России, подготовиться к этому. Зачем включить в Молдавию военный альянс, который ничего хорошего давать не будет народу Молдавии? Проблема в том, что наши власти так не говорят. Они говорят, что это такой дружественный шаг. Правда, Богдан? Богдан сейчас не даст соврать. Ничего такого в отношении Молдовы они не замысливают. Богдан, смотрите, когда мы говорим о ЕС и НАТО, все-таки не все страны. Мы знаем, что есть примеры, когда страна является членом ЕС, но не является членом НАТО. Но Швеция, Австрия, Норвегия, да вот есть какие-то страны. Мы можем сейчас... Мы не члены ЕС, к примеру, но член НАТО. Да. Что почти то же самое. То есть, нам приводят их в пример. Может быть, действительно Молдова это тот случай, когда не идет все-таки речь о НАТО. Вот у нас только продвигают европейские ценности. И дальше открытие офиса НАТО у нас речь не пойдет. Вот, вопреки тому, что говорит господин Киев. Знаете, я вам скажу такую вещь, просто и кратко. Первое. Ни одна бывшая постсоветская, постсоциалистическая страна не вступила в ЕС без вступления в НАТО. Категорически ни одна. Понимаете? Австрия, Австрия и Швеция, о которой мы говорим, являются не социалистическими странами. Они всегда были в этом блоке. И фактически они, плохо или много или мало, они имеют определенное сотрудничество с НАТО. Это раз. Два. Мы 8 декабря, 7 декабря мы приняли закон о борьбе с российской пропагандой. 8 мы открыли офис НАТО. Да. Многие граждане не знают, что содержится в этом договоре об открытии офиса НАТО. Я назову просто несколько пунктов быстро, чтобы люди поняли. Нас обманули. Первое. Сотрудники офиса НАТО имеют право доступа на любой военный объект. Это раз. Два. Они имеют право доступа в любое государственное учреждение. Три. Они имеют право требовать и получать любую информацию от государственных органов. Четыре. Они имеют право. Они имеют абсолютный иммунитет. Это иммунитет больше, чем предусмотренный в Венской конвенции. Их нельзя арестовать даже во время совершения преступления. Это четыре. Пять. Они имеют право на строительство объектов на территории Молдовы. Правда, там не написано, каких объектов. Но я не верю, что садиков, общежитий, культурных объектов. И шесть. Все предметы, которые возят они, импортируют на территорию Молдовы, раз, не подвергаются проверке, два, не подвергаются таможенным пошлинам. То есть это абсолютное, понимаете, как вам сказать, абсолютное нахождение вне суверенитета и вне юридического пространства Молдовы. И чтобы закончить, я вам скажу такую простую мысль, что одно время в 2007-2010-х годах на сайте НАТО Молдова фигурировала как государство с потенциалом вступления в НАТО. Потом эта инскрипция исчезла. Это раз. Два. Мы участвуем во всех военных учениях НАТО. Вспомните последнее, это был Rapid Trident на Украине. Украина, которая находится в войне. И третье, самое главное. НАТО модернизировало многие военные объекты на территории Молдовы по стандартам НАТО. Это имеется в виду полигон в Бульбуако, раз. Два. Имеется в виду аэродром в Маркулештах, два. И три. Имеется в виду внедрение стандартов НАТО в нашей армии. И все наши министры обороны фактически обучались Соединенных Штатов. Это и господин Маринутс, это и другие, которые стоят на грантах Соединенных Штатов и так далее. Поэтому то, что Молдову втягивает в НАТО, это более чем очевидно. Я не знал все эти вещи, которые вы сказали. Это действительно впечатляющая такая ситуация. Я читал договор, понимаете? Никто не читал этот договор. Вот в чем проблема. У нас был засекречен документ. Это было засекреченное. Парламент узнал, увидел договор уже после голосования этого документа в парламенте. Понимаете? Мы не видели договора, что мы подписываем, что мы голосуем. Мы не голосовали, конечно, но когда мы увидели этот договор, я ужаснулся. Просто-напросто. Дошло до того, что в этом договоре... Они говорили, что члены Офиса НАТО будут только гражданские лица. А там в договоре написано ясно, черным по белому, что и военные тоже. Понимаете? То есть, ну, просто затоптали нас, растоптали. Ну, что говорят противники, в вашей точке зрения, да, в свое оправдание? Господин Кеза. Они у нас говорят так. Ну, вы понимаете, НАТО, это ведь не только стандарты, это сумасшедшие деньги. Вот подумайте, Молдова такая бедная страна. Там, по-моему, 2% от ВВП нам необходимо. Да. Вот, откуда же мы возьмем эти деньги? Так что все это не имеет под собой никакой почвы. Вам будут давать займы. А потом надо платить проценты для этого. Я вам расскажу только маленькие детали. В Италии, наше присутствие в НАТО, стоит итальянцам 70 миллионов евро каждый день. Сделайте такой расчет. Сколько миллионов человек? Мы 60 миллионов, платим 70 миллионов евро каждый день. Я уточняю, каждый день. Значит, 25 миллиардов евро мы платим, чтобы, между кавычками, защитить Италию. От кого? А кто это наш противник? А где это наш противник? Я не вижу. С Россией, например, мы торговали в течение последних 60 лет очень успешно. Мы продаем наши товары в Россию, наши предприятия. Советские Жигули, это был итальянский, как назвался он, этот автомобиль итальянский? Это советские Жигули, как раз этого итальянского. Это Фиат. Да, 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 Фиат. Ну, значит, где противник? Они продают нам газ, очень полезно. Я не вижу противника. Конечно, это Россия, это большая держава. Но держава и в военном смысле слова. Но Россия никогда не угрожала нас. Это время, как сказать, разделения Европы двумя частями уже прошло давно. Россия это не социалистическая страна, это капиталистическая страна, нормальная, как и все. Там есть олигархов, а на Западе нет олигархов. Там есть, ну, значит, где? Я не вижу. Более того, НАТО говорит, что не против России. Мы тоже не против России. Но только расширяются, расширяются и приближаются к границам, уже приблизились давно к границам России. Зачем все это? Понимаете? Ситуация. Нам не скажут правду. Я хочу добавить одну вещь, очень коротко. Значит, вы говорили, сейчас речь не идет о вхождении в НАТО. Но я помню, недавно опубликовал я статью, базированную на документе, засекреченной в Соединенных Штатах Америки, что все руководители Запада, все, без исключения, сказали Горбачеву тогда, что после соединения двух Германий никакое расширение НАТО не будет. Но просто они не позаботились, россияне тогда, да, о том, чтобы это документально оформить. Да, но сейчас документы вышли. Вышли, есть документы, есть запись переговоров между руководителями Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Германии, где они сказали, есть запись на это. Мы обещаем, никогда расширения не будет. Поэтому, значит, верить тем, которые сейчас говорят, что речь не идет о НАТО, я вправе не доверяться такие заявлениям. Они фальшивые. Более того, все, что вы сказали, я хочу потом просить вам интервью, потому что никто об этом ничего не знает в Европе. Да, у нас будет интервью после интервью. Вот я хочу, чтобы мы сейчас немного поговорили о теме, которая волнует всех, потому что говорят как? Молдова находится на стыке интересов геополитических. Ну, такая у нас судьба. И вот на днях слушаю внимательно интервью господина Сатановского. Вы же знаете, Евгений Сатановский, известный российский политолог, директор Института Востока. Вот что он сказал. Смотрите, рано или поздно война будет. Будет это в Сирии или в Украине, не имеет большого значения. Но США не оставляют нам другого варианта. Вот давайте сейчас, во-первых, мне интересен ваш комментарий, согласны ли вы с этим. И второе, понимают ли в Молдове, Богдан, те, которые сейчас у нас определяют политику нашего государства, внешнюю политику Республики Молдова, что Молдова действительно может в этой ситуации оказаться, ну, мягко говоря, в невыгодном положении. Господин Кеза, вы согласны? Я не могу сказать, что будет или не будет война. Это трудно сказать. Но направление точно. Направление точно. Это направление к войну. Я читаю многие американские опозреватели, как среди остальных, Пол Крейг Роберт. Человек очень влиятельный. Он был министром финансов во время Рейгана. Он знает изнутри руководящие элиты Америки. А он говорит открыто, что большая проблема Америки и нынешняя элита Америки, это что она не может примириться с существованием мультиполарного мира. Они не могут. Они уже выиграли последние 60 лет. Они доминировали полностью. А вдруг в начале этого века, нынешнего века, они должны были бы принять сведения, что существуют такие гиганты, как Китай и неожиданно. Россия неожиданно. Он пишет об этом. Особенно раздражает американцам, что Россия, которую они считали уже захвачена, колонизирована. С падения Советского Союза, вдруг опять Россия станет и говорит, у нас есть наши национальные интересы. Извините, мы не можем отказаться от этого. Они не могут терпеть ни Россию, ни Китай. Не могут терпеть. Поэтому Сатановский говорит «зволнованно» и правильно. Потому что если у американцев нет достаточно интеллектуального ума, чтобы понимать, что они больше не могут управлять миром. Ну, допустим, ставим сторону на минуту Россия. А смотрим Китай. Как они могут претендовать? Из Вашингтона управлять миллиард и полтора миллионов человек. Они действительно думают, что Китай будет поддаваться, когда доллар находится в очень сложном положении. Когда вся экономика западного мира держится на искусственные деньги. Понимаете? Это десятки тысяч миллиардов. Ну, значит, больше. Несколько ста триллионов долларов, которые ничего не имеют под собой. Это вся экономия и финансовая Запада. Они действительно такие думают, что рано или поздно они могут доминировать, а 5-7,5 миллиардов человек. Я думаю, что это путь к войну. Очевидно. Очевидно. Агдан, что скажете? Согласны ли Вы с этим утверждением? И по Молдове, конечно. Знаете, если так точечно попытаться. Во-первых, оборонный бюджет Соединенных Штатов в этом году вырос с 600 до почти 700 миллиардов долларов. Это раза в 10 больше, чем бюджет России. Понимаете? Оборонный бюджет НАТО это приблизительно 946 миллиардов долларов. То есть это почти триллион. Понимаете? То есть это огромнейшие заоблачные суммы. Это с одной стороны. С другой стороны вырос и бюджет России. Да, он намного меньше. Там в зоне 70 миллиардов где-то, чтобы не ошибиться. Вырос бюджет Китая. То есть новое оружие при таком бюджете. Появились новые виды вооружения. Мы видим САРМАТ, калибр и так далее. Что угодно. Это с одной стороны. С другой стороны мы видим второй пункт. Мы видим, что война гибридная, которая сопровождается и горячей войной, уже происходит. Что мы видим на Украине? Война. Что мы видим в Сирии? Война. Что мы видели в Ливии? Войну. Что мы видим в Ираке и в Афганистане по сей день? Мы видим войну. Что мы видим в Йемене? Идет война. И поверьте, там война идет не между какими-то повстанцами. Там открыто уже, открыто воюют и Китай, и Россия, и США, и другие крупные державы. Понимаете? Они мерятся уже силами. То есть происходят уже открытые столкновения. Да, пока что это под видом каких-то ополченцев, под видом каких-то партизан и так далее. Но все понимают, что там уже идет война. Это второй момент. Третий момент очень серьезный в том, что многие политологи в США обратили внимание на связь между ростом ВВП в США и войной. Вот идет ВВП медленно-медленно. Как война в Вьетнам или еще что-то. Сразу прирост ВВП. Соединенные Штаты же стали великой державой, сверхдержавой после Первой войны. Мировой раз. И два после Второй мировой войны, когда они навязали всем Бреттон-Вудские соглашения. А значит и доллар. Доллар, который стал нефтедолларом. И вот, учитывая, что сегодня у США в мире мировой кризис огромнейший, у США внешний долг 21 триллиона долларов, который выплатить нельзя. Соединенные Штаты фактически, если смотреть, реально они в дефольте. Они не могут вернуть эти долги. Китай переходит на петро-юань, то есть на нефтяные юани, что бьет по доллару. США, Россия, Китай, Иран переходят в своих торговых отношениях на частичные выплаты в юанях, в рублях, в рубиях и так далее. То это, безусловно, создает огромные проблемы к тому, что мы медленно, но стремительно направляемся к крупной гибридной войне. И она уже идет сегодня. Именно расширение НАТО, когда у границ России все государства втягиваются в НАТО, когда система ПРО появилась против Ирана. И Россия что делает? Ставит Искандер в Калининграде и говорит, что это против Патистана. В чем проблема? Вот такая ситуация. И высылка этих десятков российских дипломатов, это беспрецедентный шаг. Такие действия происходят обычно перед войной. Понимаете? Обычно перед войной происходят. Потому что таких вот прецедентов я не знаю в мировой дипломатии, чтобы вот таким скопом высылали дипломатов. Ну вот тогда резонный вопрос получается у нас. Смотрите, руководство Молдовы, наше внешнеполитическое ведомство, занимает четко одну сторону. Это сторона Евросоюза и Соединенных Штатов. Вот все-таки, если они сядут, хорошенько подумают, куда нам двигаться дальше. Если они поймут, что существуют угрозы. Ну, теоретически давайте хотя бы представим этот вариант. Что сегодня Молдове необходимо сделать? Ну, я не хочу советовать никого. Это ваши дела, это дела вашего правительства и так далее. Но только я думаю, надо взвешенно и разумно. На сегодняшний день самый лучший вариант, я считаю, это что Молдова, маленькая страна, но важным, важным местом в Европе, должна сохранить короче отношения с одной и с другой стороны. Это очень выгодная ситуация. Зачем связать с себя руки? И зачем идти в такое направление, где самый большой риск? Я думаю, что если я был бы человеком, который, чьи действия диктуются на базе интересов народа... Это ключевые слова здесь. Это народ, национальный интерес, это интерес людей, жизни. Поэтому я считаю, что другие варианты очень недальновидные, во-первых. Недальновидные. Но ситуация меняется быстро, очень быстро. Более того, Запад не имеет ответа на очень быстро меняющие обстоятельства. Потому что нельзя рассчитать сейчас, как сегодня. Он уже, мой друг, сказал, доллар находится в очень трудной ситуации. Он сам не может. Между прочим, я добавляю вещь, которая обычно не калькулируется, но не считается. Китай действует на сегодняшний день с большой, огромной ответственностью. Потому что в руках Китая есть судьба доллара. Если Китай хотела бы у загубления кризиса Запада, они просто распродали вот этот долг Америки. Они не делают это, они ведут себя очень осторожно. Они не хотят сбалансировать ситуацию. Если война еще не происходила, это потому что Китай ведет себя очень ответственно. И Россия вместе. Поэтому сказать, что Россия или Китай угрожают Соединенные Штаты Америки, не только неправда. Это наоборот. В доктрине Соединенных Штатов как раз написано, Китай и Россия. Я говорю, это просто противоположно. Если ситуация еще остается более-менее стабильна, это потому что Китай ведет себя очень ответственно. И Россия тоже. Поэтому все наоборот. Откуда идет опасность войны? Сотановки прав. Ни из России, ни из Китая. Оба заинтересованы в сохранении равновесия. Ни больше, ни меньше. Мне кажется, мы с Богданом сейчас сможем ответить на ваш вопрос, господин Кьеза. Когда вы говорите, что нужно руководствоваться интересами народа, почему наша власть заняла позицию одной из сторон Соединенных Штатов и Евросоюз и Богдан. Здесь, наверное, в пору сказать о том, что наши демократы пытаются удержаться у власти. И у нас получается очень хороший пример того, как люди, которые пытаются сделать все для того, чтобы они отстались у этой власти, они способны играть и на геополитике. Я права? Ну, демократы только этими занимаются. Ведь все опросы показывают о том, что большинство населения, вот даже сегодня вышел сейчас опрос International Republican Institute, что 43% населения за Евразийский союз, 42% за Европейский союз. Ну, всегда на пару процентов больше за Евразийский союз. Но однозначно понятно и 60-70% населения, иногда 80% за нейтралитет. Это всем очевидно, да? То есть люди не хотят втягивания нашей страны в военно-политические блоки, не хотят втягивания в войну и так далее. И многие граждане, согласно всем опросам, хотят торговать и тут, и там, находиться и тут, и там и так далее. А демократы что делают? Мы видим, 20-го числа сюда приезжал господин Карасин, Григорий Карасин, вице-министр иностранных дел Российской Федерации. Да, секретарь. Встречался он и с господином Филиппом, и с премьер-министром Павлом Филиппом, и с президентом и так далее. И вот господин Филипп лично утверждал, да, как и вся власть целиком, что мы должны улучшить отношения с Россией. Это было 20-го марта, то есть пару дней назад. И вот 27-го марта, то есть вчера, да, как прибыла вот эта нота от Евросоюза и от Америки, наши сразу же выслали трех дипломатов. Не одного дипломата, как это сделала соседняя Румыния, да, а аж трех дипломатов, понимаете, больше, чем в Италии. Да, а пару недель ранее мы провели, вот Людмила знает, так называемую Молдова, Грузия и Украина провели конференцию по безопасности, понимаете, по безопасности. И провели эту конференцию за счет Молдовы, 3 миллиона лей было потрачено, так где-то 150 тысяч евро приблизительно, да, на эту конференцию, в которой мы угрожали России, мы говорили, что Россия агрессор, мы должны защититься, мы должны создать совместные батальоны с Грузией, с Украиной, да, и с Молдовой, понимаете, то есть, но это просто, это просто говорит о полной безответственности, да, я уже не говорю о том, что наши военные затраты выросли, выросли довольно-таки серьезно, выросли серьезно. И это делается под давлением НАТО. На днях господин министр обороны заявил, что Молдова должна закупить летальное оружие у Соединенных Штатов Америки. Я вам напомню. Соединенные Штаты, секундочку, нам дают на это деньги. Да, и они нам дают кредит, дают кредит, чтобы мы купили у них на пару, понимаете, в такой ситуации, самая бедная страна Европы, да, самая коррумпированная страна Европы, самая разделенная страна, у нас же, вон, Приднестровский конфликт, у нас миллион граждан выехало за границу, то есть, у нас катастрофа, нет времени объяснять все это, но граждане знают. И вот мы покупаем летальное оружие, воевать с кем? С Россией, да, которая, я вам напомню, нашим телезрителям, что Россия, согласно договору от 2001 года, является для Молдовы стратегическим партнером. В 2011 году демократическая партия нынешняя пролонгировала этот договор, понимаете, пролонгировала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. И вот сегодня мы с этим стратегическим партнером воюем. Я для себя не могу понять, так Россия нам враг или стратегический партнер, понимаете, вот я не могу понять, и вот это двойное сознание, да, или как это называется у Орвелла, да, когда с одной стороны вроде бы публично заявляем, что дружим с Россией, с другой стороны мы вооружаемся против России, мы вводим, мы выгоняем дипломатов России, принимаем закон о борьбе с российской пропагандой, закрываем рынок для россиян и так далее и тому подобное. Вот, и это происходит только потому, что Молдова является полуколонией, понимаете, только поэтому, и это очевидно. У нас граждане с румынским гражданством управляют, у нас, у этих граждан, они учились в Европе, у них капиталы все в Европе, у них семьи в Европе, в Румынии, да, и у них уголовные дела тоже в Европе, да, и вот так управляется сегодня эта маленькая страна, и мы пришли к тому, к чему пришли. О Приднестровской проблеме не могу не спросить вас. Вот смотрите, господин Фратини был у нас тоже на днях, он считает, что вот это успешный пример того, как можно хорошо сотрудничать с россиянами, да, на фоне вот решения. Все-таки у нас есть формат 5 плюс 2, и вот здесь якобы вот сейчас у нас появилась какая-то положительная динамика. Я понимаю, но я хочу спросить о другом. Вот если обстановка будет продолжать накаляться, каковы шансы, с вашей точки зрения, того, что этот конфликт из замороженной стадии, да, превратится все-таки, я не знаю, ну вот в нечто серьезное, в горячую точку опять? Это один из пунктов, где те, которые хотят создать предпосылки для войны, могут использовать. Вот. Проблема в том, что оно остается открытым, это всякие провокации. Приднестровье практически живет за счет отношений с Молдовой и с Россией. Да. Вот теперь точно. Одновременно, потому что и одно, и другое. Украина – это враг. Для Приднестровья, я думаю, это враг. Поэтому они просто закрыты, замерзят от других. Как можно дольше? Можно в определенном смысле, если сохраняется по меньшей мере разум. А если кто-то хочет использовать, через день, даже те, которые сейчас любят НАТО, НАТО здесь будет очень полезно с этой точки зрения. Там есть секретные службы, знаете, есть такие слова – секретные службы. А НАТО имеет секретные службы, которые работают постоянно. Это не только люди, которые получают зарплату как дипломаты, они работают. И работают внутри вашей страны, и работают на Украине. Поэтому надо быть очень осторожнее, потому что мы живем в такой фазе, когда есть, скажем, главные действующие лица. Это не только государство. Есть очень большие противники, которые… Противники. Скажем так, есть большие главные действующие лица, которые не государство. На Украине играли большой роль во время переворота против Януковича, правильно? А везде, в Сирии, существуют секретные службы. Соединенные Штаты Америки, Англии, ну вот, например, Франции. А Россия там выступает открыто, как государство. Как государство в Сирии, законным образом. А остальные все находятся нелегально, потому что все закладчики. Да, там пригласило правительство. Все закладчики. Поэтому надо учитывать, что нельзя доверять. Не надо быть так наивным. Есть государственные учреждения, государства, которые принимают решения. А потом, около них, есть и другие группы, которые преследуют интересные частные. И имеют достаточно денег, чтобы их осуществить. Пример наглядный. Создание ИГИЛа. А кто это заплатит 70 тысяч человек? Вопрос. Кто платит? Дадим ли этот вопрос? Те, которые имеют сколько денег, сколько угодно. Понимаете? Вот. А Россия такие деньги не имеет. Вот это доказательство России ни при чем. Потому что Россия намного беднее, чем Соединенные Штаты Америки с точки зрения денег и капиталов. Поэтому кто платит это? Они платят. Магда, мы много говорим о Приднестровье. Но все-таки вот в этой, во всей ухудшающейся международной обстановке. Вы ведь часто думаете о том, что там происходит. И, наверное, тоже не исключаете возможность провокации. Или вот какие у вас сейчас ассоциации? Понимаете, если брать Россию, то ее постоянно приглашают на войну. Участвовали в Олимпиаде в 2014-м. Организовали Олимпиаду в Сочи. Получили революцию на Украине. Вышли с Мюхенской речью. Вышел Путин в 2007-2008. Получил в 2008-м осетинские события. То есть получил войну. Попытались укрепиться в Крыму. Взяли Крым, получили, пожалуйста, и Донбасс, получили и Сирийскую войну и так далее. То есть Россию постоянно приглашают на войну. И вот Приднестровье это не является, скажем так, исключением из правил. Не является исключением. И мы видим, что с одной стороны, меня радует только одно, что у Германии, у Евросоюза нет интересов, вот мне так кажется, чтобы здесь была война, понимаете, у своих границ, по крайней мере. Мне так кажется. А у Вашингтона и особенно у теневых структур, у Дипстейт, у глубинного государства американского, эти интересы существуют. Понимаете? И мы видим с одной стороны, что вчера вот мало кто заметил, ну как заметили, я думаю, одну хорошую новость для России. Вот на фоне всей этой истерии ФРГ дало добро на Северный поток-2. Ведь в этом была вся фишка, вся эта война с дипломатами и с убийством Скрипаля. Северный поток-2, это самое главное. Дискредитировать выборы Путина и два Северный поток-2. Они это хотели. И немцы быстро поняли, что к чему, присоединились к высылке дипломатов, но подписали быстро, пока не поздно, Северный поток-2. И мне это дает некий оптимизм. Почему? Потому что бизнес с одной стороны, вот так немцы рассуждают, а политика, геополитика с другой. А как же солидарность, Богдан? Вот смотрите, вот вы сейчас говорите, вам это внушает, да? Какой-то, я не знаю, оптимизм. А мне, например, не внушают. Потому что, опять же... Людмила, я просто, чтобы в подтверждение своей дипотезы, я вам скажу. Все-таки в прошлом году, да, у нас были вот этот венский формат, да. Мы заключили определенные четыре соглашения, скажем так, протокола подписали по Приднестровскому регулированию. И сегодня мы имеем вот эти заявления господина Фратини, которые меня чуть-чуть тоже радуют, чуть-чуть так, умеренно, да. И третье, что Северный поток-2 все-таки пошел, да, это говорит о том, что Германия нуждается здесь в определенной геополитической и геоэкономической стабильности. По крайней мере, Германия, Евросоюз. И поэтому очень сильно надеюсь, что ситуация не выйдет из-под контроля. Это раз. А два, давайте не забудем, что когда были заключены вот эти соглашения венские, в СМИ появилась информация, что это стало возможным благодаря переговорам господина Плохотнюка с господином Гушаном. Чтобы вы, господин Хьеза, поняли, о чем речь. Дело в том, что Приднестровье контролируется одним олигархом, которого зовут господин Гушан. Ну, в Молдове мы имеем несколько олигархов, но сегодня господин Плохотнюк как бы является ключевым, который контролирует все в Молдове. Это говорит о том, что у бизнес-интересов в Молдове и в Приднестровье нет сегодня желания развязать войну. У них есть желание делать бизнес, делать деньги, да, но не война. Да, вот, по крайней мере, вот в таком ракурсе, да, хотя понятно, что если ситуация пойдет. Могу продолжать этот разговор. Мы смотрим кризис на Северной Корее. Мы приблизили очень-очень много к реальной войне. Но когда Северная Корея и Южная Корея поняли вдруг во время Олимпиады, которые, если будет атака на Северной Корее, все будут погибнуть. Это очевидно. Но против этой ситуации они действовали с собой шаг и встретились. И начинали, обходя Соединенные Штаты Америки, это большой шаг, между прочим. Не знаю, многие не видели это, но это гигантский шаг. Двух государств, которые воевали друг против друга, даже нету мирный договор между ними, они принимают решение, чтобы остановить кого. Это исторический был, действительно, шаг. Это исторический момент. Но поэтому говорю, ты можешь быть маленький, но если у тебя есть умное руководство, ты можешь выходить, используя волю народа, между прочим, не против народа. Они поняли, все убереть будем, что делать. И они обходили, кто, кто они остановили. Соединенные Штаты Америки, не Россия, не Китай, здесь не Россия, не Китай, ни при чем. Поэтому, понимаете, и здесь большая ответственность руководителей маленьких государств тоже. Господин Кьеза, у нас некоторые евроинтеграцию понимают как унионизм, то есть объединение с Румынией. Ну, вы знаете об этом, да? У нас очень-очень много об этом говорят. Насколько все-таки с вашей точки зрения велика вероятность того, что это произойдет? У нас это очень популярный вопрос. Пока я думаю, что, поскольку я знаю, конечно, я иностранец, наблюдатель, я думаю, что на это большинство населения не хочет идти. Большинство. Поскольку у меня есть информация. Но в Европе они очень цинично смотрят на это. Там есть люди, которые думают, самое главное, чтобы захватить, поглотить Молдову. Если она может быть поглощена в соединение Румынии, это хорошо. Если она сама, самостоятельно, как единое государство, входит внутри Европы, то же самое. Для них это не очень важно. Оба идут в том же направлении. Поэтому они будут поддерживать те, которые будут более, как сказать, серьезные претенденты. Или те, которые получают деньги, чтобы быть претендентами. Получают деньги, я повторяю. Деньги на Западе – самое важное дело. Это новый бог. Кто имеет деньги, может управлять много. Зависит от молдавского народа. Хочет он стать раб другого хозяина? Вы полагаете, что зависит от молдавского народа? Не понял? Вы полагаете, что все-таки от молдавского народа зависит? Я думаю, что есть такой вариант. Например, хотите отказаться от суверенитета и от нейтральности? Давайте прогрессите референдум. Я бы, например, четко здесь делила волю народа и волю тех, кто непосредственно политических элит, которые у нас, знаете, говорят так. Ну, зачем вам этот референдум? Правда, Богдан? Зачем? Ну, это как-то не должно решаться на референдуме. Это как-то так. Может быть, вот все-таки мне интересно вам этот вопрос задать. Вот смотрите. Состоялся же у нас этот марш, это собрание, это акция унионистов. Социалисты, например, рассказали, что провалилось. Так, может быть, на самом деле преувеличивается вот эта опасность? Вот людей пришло не так много, а господин Кьезов вообще уверен, что все зависит от воли народа. Может, не так все страшно? Ну, знаете, как рассматривать, я попытаюсь кратко. Дело в том, что сегодня в Молдове, согласно переписи населения, около трех миллионов граждан, да? Точно мы, по данным 2015 года, 500 тысяч граждан имели румынское гражданство. Господин Басецов говорил, что их 800 тысяч граждан имеют румынское гражданство. Это раз. Два, напомню, что 5000 студентов ежегодно обучаются в Румынии. Это огромное число, да? Это второй момент. Третий момент, напомню вам, что в Молдове были легализованы унионистские партии. То есть партии, которые ратуют за ликвидацию Молдовы и обнения с Румынией. Вы себе представляете, в Италии такой вот, или, я не знаю, в самой Румынии. В-четвертых, я вам хочу напомнить, что у нас в парламенте из 101 депутата, по данным румынского депутата Юджену Томака, да, вроде депутат, если я не ошибаюсь, 65 депутатов молдавского парламента из 101 имеют румынское гражданство. У нас спикер парламента является гражданином Румынии. У нас господин Плохотнюк, координатор, лидер Демпартии, координатор всей Молдовы, да, имеет румынский паспорт, это все же знают. У нас консионный суд, у нас все органы власти страны, или большинство из них, в них находятся либо румынские консультанты от Евросоюза, либо граждане с румынским гражданством. Это консионный суд, и из шести граждан консионного суда членов пятеро являются граждан Румынии. Мы же это все знаем. Служба информации и безопасности, то же самое. Счетная палата, то же самое. То есть все уже захвачено, мы уже управляемся, мы уже находимся под управлением Бухареста. Чтобы вы понимали, вот я могу продолжить этот список. Румыния приватизировала, вот уже эти месяцы приватизировала наши главные экономические и стратегические активы. Виктория Банк, самый крупный в Молдове фактически, второй банк, купил румынский банк Трансилвания. Газопровод, Ясунгены, Молдавский участок, Вестмол Трансгаз куплен румынской Трансгазом и так далее. Они закупают все. Но самое важное, вчера в румынском парламенте, то есть 27 марта, позавчера, была принята декларация румынского парламента и сената о том, что они будут делать все возможное для объединения Румынии с Молдовой. Для аншлюза, понимаете? Сегодня же мэрия Бухареста объявила о Унире, об Унии, что они поддерживают Унию. И все села и города в Румынии начали вот эту кампанию по объединению. Делая вывод, хочу вам сказать, что эта проблема, она очень серьезна. Румыния тратит миллионы, по 40-50 миллионов евро ежегодно на Молдову. И я не думаю, что они делают это просто так. Что они тут поставили своих консультантов, свои партии легализовали, своих министров. Делают митинги, марш, и это просто так. Вот они платят, потому что им это весело. Это делается с конкретной целью. И за спиной Румынии находятся Соединенные Штаты, которые стимулируют это действие, чтобы произошло то, как говорит господин Кьеза, расширить зону влияния НАТО, зону влияния США и так далее. У нас уже времени не осталось. Я очень попрошу вас коротко ответить на вопрос, что не имеет смысла, если я его не задам. Мы начали с высылки российских дипломатов. Господин Кьеза, как вы думаете, как Россия ответит очень коротко на этот марш? Я думаю, что Россия будет отвечать спокойно и не будет делать большие сдвиги. И она будет реагировать параллельно, не больше. Я так уверен. То есть симметрично, зеркально, как принято. Зеркально, даже чуть-чуть меньше. Потому что у России были бы возможны другие ответы, но они не будут. Потому что Путин, я слышал недавнее его интервью с Соловьевым, и он, мне кажется, говорит такие вещи, которые трудно не оценить. Он говорит, мы знаем, куда идет ситуация. Они знают. Путин лично знает, что ситуация очень опасна. Я исключаю, сказал, не в интересе России никакого столкновения. Это не из России ничего не происходит. Поэтому я уверен, что Россия пока сдерживать будет. К сожалению, мы должны сдать другие шаги. Вот. Это уже сказано открыто. Будут другие санкции, другие политические провокации, включая взрывы чемпионата мира по футболу. Которые будут иметь огромный, не экономический, информационный ресонанс. Поэтому надо быть осторожным. Россия знает, какая опасность есть сейчас. Из-за этого я их поддерживаю открыто. Потому что они единственный заслон к этой линии. Спасибо. Богдан, как ответят россияне? Раз, пропорционально два. Я считаю, что Россия уже ответила. Это раз, система Искандер в Калининграде и в Крыму. Два, презентация системы ракетных комплексов Сармат, Кинжал и так далее. Это уже был ответ на все эти санкции. И ставят их под ноль. Благодарю вас. Наше время вышло. Мне показалось, что наша беседа была очень интересной. Спасибо за то, что к нам пришли. Господин Кьеза, всегда вас ждем. Прилетайте, принимайте участие. Я хочу на выборах. Если будут в ноябре, как следующее, я приеду. Мне очень интересно, потому что Молдавия очень маленькая страна. Но она находится в очень важном месте. И поэтому это вопрос европейский. Ну вот как принятите. Мы ждем вас здесь, в этой студии. И непременно поговорим. Спасибо вам большое. Богдан, спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова